А сейчас вашему вниманию представляем эксклюзивный материал наших коллег из Бердянска, которые расскажут о том, как там прошли выборы. Дорогие друзья, сегодня стартовал заключительный день голосования. Это самый важный день для всех граждан нашей великой страны, потому что те, кто приходит на избирательные участки, те, кто участвовали в поквартирном голосовании, понимают, что именно мы творим сегодня новую историю нашей любимой России. В единый день голосования в Бердянске избирательные участки открылись в 9 утра и закроются в 16.00. Несмотря на особые условия проведения выборов в новых регионах России, явка на избирательных участках высокая. Это в очередной раз подтверждает, что жителям нашего города небезразлична судьба страны. Сегодня наконец-то тот день, которого мы так долго ждали. Это день голосования. Народ идет, люди голосуют с удовольствием, с улыбками на лицах, потому что это все-таки дарит нам надежду на светлое будущее. И мы надеемся, что в скором времени у нас произойдут значительные изменения, которые повлияют на нашу жизнь самым лучшим образом. Как вы думаете, вот эти выборы, что они принесут? Ну, я думаю, что принесут более спокойную и хорошую жизнь людям города Бердянска. Активность очень хорошая. Положительная динамика наблюдается. Только положительная. У нас все, все во всех сперах, очень все положительно. Все должны проголосовать за то, чтобы прошли большие перемены в нашей стране. Победу России верим. Люди понимают, что выбирая сегодня органы местного самоуправления 16-го испанных района, на своих образованиях, выбирая органы законодательной власти региона, они инвестируют в свой голос, в свое будущее. Участвуя в выборах, мы меняем жизнь к лучшему нашей великой Родины. Мы очень этого ждали момента и очень рады, что этот момент наступил. С большим удовольствием проголосовала вся моя семья и мы. Наши граждане занимают активную позицию в жизни не только города, но и всей страны. Это очень важно на сегодняшний день. Для некоторых избирателей этот день не просто особенный. К примеру, активисты молодежных организаций голосуют впервые в жизни. Ребята, вы сегодня находитесь здесь, на избирательном участке. Вот так вас много. Представляете, молодежные организации добровольческие. Что для вас означает выборы на сегодняшний день? Гражданский долг. Я пришла проголосовать, потому что мне не безразлично, а будущее страны. Надо доказать то, что мы являемся гражданами одной страны, имея право изменять и носить любой свой вклад в общее дело. Выборы – это одна из самых значимых ключевых точек в развитии Запорожской области, которая определяет дальнейший вектор, куда пойдет наша область. Она пойдет в великое будущее, определенно. Отличительной особенностью данных выборов явилось также поквартирное голосование. 8 и 9 сентября каждый житель Запорожской области мог проголосовать, не выходя из дома. Люди встречали комиссии доброжелательно и активно принимали участие в голосовании. За ходом голосования наблюдали международные эксперты, которые отметили достойный уровень организации данного процесса. Понимаете, вот, конечно, люди позитивно относятся к этому. Вот то, что хочет Запад показать, как здесь все плохо, как вынуждают что-то делать, это, конечно, их желание. Это их желание, но просто такого не будет, потому что люди ждали этого, и люди получили. Я вижу, что обеспечен демократический процесс. Прозрачность – это самое главное. И вот то, что люди, голосуя, проявляют свои желания. С надеждой смотрят на то, каким будет их будущее. И я почувствовал, что они верят и глубоко осознают, что их будущее в рамках России будет светлым. Результаты голосования жителей Бердянска засвидетельствовали их симпатии к партии «Единая Россия». Из 21 места в городском совете 18 досталось представителям именно этой партии. Два депутатских мандата получили коммунисты, еще один – представитель «Справедливой России». Столь же убедительной оказалась победа представителей «Единой России» по результатам голосования в Бердянский окружной совет и законодательное собрание Запорожской области. Продолжение следует...